Аварийная тревога. Вот я везучий, да, ребят? Только отправился в Новый Город, в Новосибирск, и вот тебе. Минус 17, понимаете? Минус 17, какие сеньонкин! Он в таком весьма удручающе-плачевном состоянии. Штука тут и пахнет. Как сказали в местных новостях, доступностью покончено. Да, дороги, конечно, в Новосибирск, это мрак. Есть чем гордиться. Это был просто шок. Ну, доступной среды в Новосибирске нет. Ну, косяки на косяках. Поправен. Да, все-все, все исправлено. Зачем в этом небольшом поселке такой огромный театр? Много отдыхать, кайфовать и расслабляться нет. И честно, конечно, уровень тут. Наконец-то Новосибирск нас порадовал. Нас только что чуть не выселили. Сработала тревога. Ни от кого ничего не дождешься, как обычно. Вообще не советую, не рекомендую. И вот так вот покружу. Друзья, мы только приземлились в Новосибирске. И посмотрите, какой тут шикарный новенький аэропорт. До сих пор цементным, бетоном, штукатуркой пахнет. Наши приключения в Сибири снова начались. Сработала тревога. Потом человеку в самолете стало плохо. Тюардессы даже думали, что придется сажать самолет. И вот приземлились. Все хорошо. Полет, конечно, был жаркий. Все самое интересное у нас только впереди. Ставьте лайк и погнали! Друзья, зашли перекусить в японской кухне в Новосибирске. И можно сказать, что она тут есть. И очень даже неплохая. Очень были вкусные роллы. Да вообще все было вкусно. Так что приходите, кушайте, дегустируйте. Ну, а вдвойне приятно, что в этом заведении трудится наша знакомая, с которой мы познакомились в Томске во время Большой Медведицы. А пока мы сидели, в Новосибирске снова пришла зима. Вот что значит резко континентальный климат. Ребят, запомните ее лицо. Вообще не дает мне снимать... Минус 17, вы понимаете? Новосибирск, понимаете? Минус 17. Какие съемки нафиг? Друзья, наконец-то выбрались из отеля. После такого сложного ночного перелета в Новосибирске весьма бодренько, морозненько. Вот, и вышли прогуляться по Новосибирску. В общем, выбирая отель в Новосибирске, ну, были разные сетки. Мы подумали, что, ну, что такое? Сетки, они и в Африке сетки, как говорится, есть стандарт. Но нет, друзья. Выбрали Хилтон. Но это вообще не тот Хилтон, в котором я жил там, в Москве. Он в таком весьма удручающе плачевном состоянии, когда его не ремонтируют, в порядок не приводят. Такой себе, короче. Я думаю, что местные отельчики были бы лучше. Поэтому не ведитесь на громкие имена. Приключения в Новосибирске продолжаются. Как сказали в местных новостях, он всего лишь объелся пьяной, забродившей ягодой. Его нужно откинуть в сторону, и он проснется. Дорогие друзья, приключения в Новосибирске продолжаются. Сегодня мы идем в библиотеку слепых, и у них есть тактильные копии. И дальше отправимся на экскурсию, обзорную экскурсию, потому что толком город еще не видели. Меня зовут Толкок. Здравствуйте, Иван. Мне очень приятно. Очень рада с вами познакомиться. Да, и мы хотим, ну, во-первых, познакомиться с городом, с культурой. Город быстро растущий. И хочется, чтобы он рос не только в ширину и в плане количества людей. Хочется, чтобы он развивался в теме инклюзии, был доступным. Потому что, как говорится, создавать доступную инфраструктуру нужно изначально, чем потом перестраивать. И надеюсь, что наш приезд к этому поспособствуется. Город не просто большой, он первый достиг миллиона. То есть, вот, по темпу роста он был самый быстро растущий город в мире. Не в Сибири, в России. Вы же, как я понял, что движетесь, прежде всего, личным примером, так сказать, и личным, ну, скажем, успехом, да? Да, да, совершенно верно. Я стараюсь личным примером подавать людям какую-то мотивацию, вдохновение, что действительно, даже потеряв зрение, можно реализовывать свои цели, мечты, идти к ним, как бы, и в целом нет преград. Да, и я думаю, что мы, конечно, должны научить вот это большое общество понимать, что рядом с нами есть люди, которые шагают через барьеры. И мы можем иногда не сильно, скажем, много своих сил тратя, просто снизить эти барьеры или убрать эти барьеры. И вот этому, конечно, мы абсолютно вот на вашей стороне, а вы на нашей стороне, и поэтому мы здесь. Как я люблю говорить, любую недоступную среду можно решить с помощью добрых, неравнодушных людей. Меня зовут Алексей Борисович Ковалев, я ведущий методист отдела социокультурных и просветительских программ Новосибирско-областной специальной библиотеки для недрячих слабовидящих. В библиотеке накоплен значительный фонд интерактивных комплексов, макетов, зданий и сооружений города Новосибирска, более 40. Наша читательская аудитория с ограниченными возможностями зрения имеет возможность тактильно исследовать те или иные макеты здесь, в данной библиотеке, ознакомиться с многоформатными изданиями в шрифте Брайля, в цветной иллюстрации, в крупном шрифте. А после этого мы выходим на натуру... Объекта на месте уже. Как вы знаете, Новосибирск молодой город, 130 лет. Но есть чем гордиться. Второй после Тель-Авивского Баухауса комплекс, комплексной застройки в стиле конструктивизм. И самое знаменитое здание в Новосибирске это не театр оперы и балета, которая по-своему уникальна, Голизей, крупнейшая сцена. Но самое знаменитое здание, вошедшее в учебники голландские, английские, американские, это здание центральной сибирской конторы Центрального банка на площади Ленина. Это шедевр функционализма. Хотел бы предложить вашему вниманию. Это собор Александра Невского. Первая каменная церковь Новосибирска в византийском стиле. Вы сейчас знакомитесь с крыльцом и колокольней. А... Ух ты, смотри. Поправим. Да, все-все, все исправлено. Собор был отторгнут у Русской Православной Церкви при советской власти. В нем было несколько учреждений, в том числе склад Госфильмофонда. И вот здесь, в барабане, вот здесь был кинозал, и я даже школьникам там кино смотрел. После конца советской власти здание передали церкви, и купола вызолотили золотом с нашего айфинажного завода. Такой большой макет, кстати, очень детальный, подробный. Очень детальный, да. Абсолютно, стопроцентно передающий все пропорции. Получается, не совсем классический-то храм. Нео-византийский, Александра Невского. Александра Невского, да. У него очень купола, необычные, интересные. Действительно, вот здесь говорится о том, что это нео-византийский стиль. Купол, такой немножко как бы плоский, приплюсный. А вот если мы обратимся к соборам православным, то вот я вот здесь поставлю, вот видите, вот он немножко как луковичка выглядит. Да, 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 как луковичка. Действительно, дело в том, что мы уже с вами помним, мы знаем, что православие пришло из Византии, и поэтому вот первый византийский стиль был как раз в Киевской Руси. Да. Это был византийский стиль. И уже потом он стал трансформироваться, приобретать такие национальные черты. А вот для Византии, конечно, характерны вот эти многочисленные апсиды со всех разных сторон, многокупольность. Вот это характерно, особенно с византийской программой. Ну, очень красивый храм. Я многие храмы видел вживую за свою, так сказать, зрячую жизнь. И этот храм не пострадал во время Великого Новониколаевского пожара 11 мая 1909 года. Город был деревянный, быстро сгорел. Выгорел, да, весь? Ну, почти. Около 800 домов погибло. Удивительно, что не сгорела деревянная церковь Покрова Богородица. Ну, легенда на этот счет существует, что как раз во время вот этого ужасного пожара, когда пожар распространялся все дальше к северу, священник Церкви Покрова Богородица вышел на крыльцо храма и начал читать молитву. И что пожар именно вот в этом месте и остановился, и затох, и прекратился вообще. И после этого было принято решение строить только каменные здания. Так вот, в Руслекаменке обнаружили замечательные огнеупорные глины. Два кирпичных завода появилось, и из красного кирпича стало застраиваться многие из них сейчас в хорошем состоянии. В них, например, располагалось китайское, японское и германское консульство. Заговорив о кирпичном строительстве, я хотел бы перейти к другому макету. Это бывшая Турухановская церковь, деревянная, маленькая. Купола тоже блестят на солнце золотым цветом, но это не золото, это оксид титана. Между прочим, золотой завод наш славен. Золотом с нашего золотого завода был покрыт первый искусственный спутник Земли. Этот шарик с антеннами бип-бип-бип и первый луноход. Храм не является архитектурным шедевром, но так получилось, что эта церковь не была закрыта. Именно поэтому она стала в итоге таким кафедральным собором. Принимается решение, что из деревянного он должен превратиться в каменный. И архитектор Афгсентюк выполняет проект очень сложный по выкладыванию несущих стен с тем, чтобы превратить его в каменный. А теперь вернемся к истории кирпичного строительства. И вот сейчас вы исследуете здание школы типовой по проекту архитектора Кричкова, построенной двухэтажной. Их всего 12 в Новосибирске было построено. И вот разрешите вернуть вас вот на такую башенку с шишечкой. В ней внули был резервуар с пожарной бочкой. С тем, чтобы предотвращать следующие пожары. Долгие годы в Новосибирске не было стационарного здания Новосибирского областного театра кукол. Использовали здание этой бывшей вечерней школы для размещения администрации. Внутри, во дворе, встроили сценическую коробку. Это вот колосники. Это зрительный зал под ней, да? А на входе даже разместили витражи улыбающиеся матрешки. Такие три штуки, вот три округлых окошечка. Театр совершенно замечательный. Много его развитию дал Сергей Образцов, когда был в эвакуации в Новосибирске. И научил наших кукольников своему мастерству. Не архитектурный шедевр, но уникальное архитектурно-инженерное решение. Еще одним замечательным образцом архитектуры это здание коммерческого собрания. Купечество очень быстро прирастало и приезжими. И вот здание коммерческого клуба было сооружено к Кричковым. К этому стилю, ну, стилю модерн, был пристроен вот такой ионический портик. Но позже история здания при советской власти замечательная. Здесь провозглашалась советская власть, здесь свергалась советская власть во время белочешского восстания. Здание было передано театру Красный факел. Театр, который родился в 20-м году в Одессе, 10 лет колесил, гастролировал и осел в Новосибирске и вот это было пристроено уже без кричков. Само здание является украшением нашего города. В Новосибирске два здания удостоены золотых медалей и гран-при на всемирной выставке в Париже. Это здание так называемого 100-квартирного дома и проект Новосибирского оперного театра. Тоже золотая медаль на выставке в Париже. В том же 1937 году подвиг советского народа не только победой в войне, а на то, что здание достроили во время войны. 12 мая 1945 года театр был открыт. Следующий интересный макет Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» бывший театр юного зрителя. Работа провелась огромная, колоссальная, что очень много подробных тактильных объектов. Дорогие друзья, началась у нас вторая часть нашей экскурсии. 130 лет Новосибирску. Просто младенчик, юноша и при этом большой миллионник. И все началось знаете с чего? Со строительства Транссибирской магистрали, со станции. Был крошечный поселок мостостроителей. От 5 до 7 тысяч человек. приехала строить железнодорожный мост через год. Сначала назывался Александровский. Александровский понятно почему. Император Александр Третий подписал указ о строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали. Подрос поселочек немножко. немножко подрос. Стоит два ряда больших огромных колонн. Грандиозные. Да, да, да. Огромные прям, да. Это театр какой первый? Театр оперы и балет. что сюда в этом 32-м году приехал немецкий инженер Рудольф Уолтерс, который прибыл для того, чтобы строить вокзал Новосибирск главный. Он пишет о том, что он не понимает зачем в этом небольшом поселке, где нету даже 300 тысяч жителей, строится такой огромный театр на две с лишним тысячи зрителей, строится такой огромный вокзал железнодорожный. то есть для него это был просто шок, непонятно что происходит. Все строилось вручную, понимаете, что... Это та самая ручка, про которую рассказывали. Про которую рассказывал Алексей Борисович. А это мишка. А это мишка, да. Это ручка восстановлена совсем недавно по изначальным чертежам. Это тоже нам повезло. Да. Кадеты. Друзья, нам не только с погодой везет в Новосибирск, мы еще и застали репетицию кадетов, которые мультуруют под барабаны. И шапки веховые, шапки с шанкой. Ух ты, красавца. На сегодняшний момент мы бережем эти здания, потому что в 70-е годы 20-го столетия в советском Новосибирске было снесено огромное количество купеческих кварталов, купеческих застройок, старых купеческих зданий. Перед нами театр, который называется Красный Факел, который входит в 800 лучших архитектурных зданий мира. А почему назвали Театр Факел? Дело в том, что это такое революционное название, Театр Красный Факел, на самом деле, это был передвижной театр Одесский, который именно пропагандировали какие-то авангардные направления в театральном слое, в театральном искусстве. И Красный Факел это пламя революции. Мы сейчас идем к памятнику Миномоста Железнодорожного. Вот это фрагмент фермы Железнодорожного. Там стоит памятник Александру Третью. Я надеюсь, что его перенесут, потому что он сейчас оказался прямо под строительством. Том месте, куда мы с вами сейчас идем, называется Парк Городское Начало. Сейчас мы проходим мимо этой фермы. Это вот тот самый первый мост, который пересек Обь. Мы с вами видим как раз коммунальный мост. За коммунальным мостом видна такая красная арка. Это третий автомобильный мост, Бугринский мост. Побывал на берегу Великой Сибирской речки, река Обь, позади меня. Здесь она полноводная, могучая, быстротечная. И кругом мосты, которые связывают одну часть нашей бескрайней страны и другую часть. Знаете, светит солнышко, но чтобы зрителям не казалось, что тут тепло и ветер просто пронизывает. Вот я насколько терпеливый, но тут видимо по ощущениям градусов около минус 20. Вы расскажите, какая рыба вводится в Аби? Вот я как настоящий рыбак. дали вопрос на засыпку. На засыпку. Я люблю задавать вопрос на засыпку, потому что люди живут у рек, иногда даже не знают, что там боится. Ребят, напишите в комментариях, какую вы сибирскую рыбу знаете. Напишите. Это квартирный дом, так называется условно, там на самом деле 110 квартир, но в 1937 году проект этого дома и макет этого здания были представлены на всемирной выставке в Париже. Он там получил и гран-при, и золотую медаль, и первое место. То есть по разным номинациям он получил все самые высшие награды. Друзья, это тот самый храм Александра Невского, который меня так впечатлил. Действительно впечатляет, очень необычный храм, красивый. Приятно было потрогать тактильную копию, изучить, и вот теперь наяву, так сказать, потрогать двери, здания, фасад. Храм достаточно большой. Едем дальше. Друзья, приехали. Монумент славы, это такое знаковое место в Новосибирске. Нас привезла сюда прекрасная Виктория. Да, я житель Новосибирска. Работаю здесь с врачом-стоматологом. Делаешь всем голливудские улыбки, да? Можно я тебе тормозну, потому что это, по-моему, типа тактильная трасса. Трасса? Может быть, но она при этом трасса идет. Здесь пупырки, а здесь поворот он тебе показывает налево, но дорога пошла вправо. Ну да, да, то есть ошибки есть. Там трасса заканчивается, но там нет. Ну что, претензия в Новосибирске на доступную среду, что можно сказать? 30 тысяч. 326, 30 тысяч человек. Очень много жизней забрала Великая Отечественная война, и сейчас, конечно, об этом тоже так печально думать. Да, и действительно можно даже прощупать фамилию. А вот здесь хранится земля, омытая кровью воинов, сибиряков, которые прошли путь от Подмосковья до Балтийского моря. И так вот их четыре там. Вот такой Новосибирский прекрасный монумент, тоже, конечно, место силы. Сибиряков. Сибиряков. Детям погибших в фашистских концлагерях. Арк памятников. Ну, я догадался. Такие памятники это вообще до ужаса пробирает. Такая у нас непростая история. Для тех, кто считает, что у нас есть возможность много отдыхать, кайфовать и расслабляться, нет. Все просто на бегу, реально. Едим на бегу, работаем на бегу, иногда не едим, то все равно на бегу. И на светофор пищит. А в Томске-то светофоры разговаривают новосибирцы. трасса. Ну, все адаптивно, смотрите. Сразу видно, что сюда частенько заглядывают незрячие люди. В Новосибирске, да, торговых центров тоже хватает. Хилтон продолжать не радует. На самом деле, я просто в шоке от местного Хилтона в Новосибирске. Вообще не советую, не рекомендую, потому что нас только что чуть не выселили прямо накануне показу, потому что у них там путаница случилась. И мне пришлось потратить там два часа, чтобы решить этот вопрос, там, написать от моего представителя, что проводим социально значимое мероприятие, что так нельзя, что времени переселяться не будет. Хотели с меня содрать двойную цену, потому что, типа, очень много людей заселилось. Но в итоге нет, мы отстояли, сказали, что как бы не вариант, ребят, считаем по старой. Они решили этот вопрос, стоит отметить должное. Но косяки на косяках, и честно, конечно, уровень тут даже не четверки, я не знаю, я бы им даже двойку не дал. Если бы человек был бы менее настойчивый, он бы либо выселился, либо платил бы двойную цену. Ну, так вот. Так что, аккуратней с отелями в Новосибирске. Сейчас вечер, и мы идем покушать, зарядиться энергией, бодростью на следующий день, чтобы зажечь в Новосибирске, разогреть его, все-таки весна. Вот. И я хочу сходить в какое-нибудь мясное заведение, нам тут посоветовали несколько интересных локаций. Посмотрим, как в Новосибирске делают настоящее мясо для настоящих мужиков. Вывеска, она сделана на ручке двери и светится на ручке двери горячий цех. В горячий цех идем. Ну, отзывы неоднозначны, есть и хорошие, и не самые хорошие, но мы решили попробовать. Началась дегустация вкусняшек, и, видимо, потому что очень холодно, я очередной раз взял себе борщ. Борщ гоним дальше. Хочется прокатиться в метро в Новосибирске. Да, дороги, конечно, в Новосибирске это мрак, все говорят. Главное, от аэропорта до таблички Новосибирск хорошая, я бы даже сказал, идеальная, а здесь просто мрак. Доступной среды в Новосибирске нет, друзья, и это правда. То, что мы вчера у монумента нашли тактильную трассу, это был просто шок. Все там гуляют только кругами. библиотека слепых доступная локация и на этом с доступностью покончена. В общем, прекрасные новости. Если у вас инвалидность и есть социальная карта, то вам бесплатно можно пройти в метро в Новосибирске, вам и вашему сопровождающему. И, кстати, для москвичей наша социальная карта тут работает. И самое удивительное, что персонал тут не духом об этом. То есть, они реально не знают, работает она тут, не работает, должна она работать. Короче, в плане информации ни от кого ничего не дождешься, как обычно. Следующая станция Октябрьская. Уважаемые пассажиры. Октябрьская площадь Венина. Такие советские названия. этот метромост, который находится в Новосибирске, самый длинный в мире. Он был построен в 1986 году. Длина самого длинного пролета, который проходит через реку, составляет 896 метров, почти один километр. Метро прям такое советское. Единственное, не советская станция, это студенческое. Наконец-то Новосибирск нас порадовал сибирским солнышком. Здравствуйте, я Магдалена, я друг Ивана. Живу в Новосибирске, вот с теплом принимаю своих друзей. И сейчас мы идем в Калиду. Это кафе русской кухни, оно является достоянием нашего города, потому что уже более 20 лет кормит вкусно жителей города. Да, почему мы с тобой шляпку, мы скоро узнаем. Да, я сейчас буду дегусировать солянку из трех видов мяса. Солянка хороша. Наваристая? Наваристая, да, с огурчиком. Ну, Ваня уже успел попробовать все напитки нашего производства. Все компоты, все морсы, морсы, квас. И сказал, что прям... Все очень вкусно. Да, все по-домашнему, как у бабушки. Шляпа не должна вообще тебе напоминать, что она есть на голове в течение дня. Я вот каждый день практически всегда хожу в головных уборах, и я их абсолютно не ощущаю, потому что они правильные по форме, по размеру и так далее. Так, туговато. Туговато. Да. Мерим следующее. Значит, что ты убираешь? Ты вообще носил шляпы? Я не привык к шляпам. А, ну это нормально. Тогда пока, чтобы просто не было дискомфорта. Так по ощущениям. По шляпам нет правил, ну типа кому как нравится, кто-то на бок любит. Кто-то на бок ее, да? Да, кто-то любит на бок, кто-то любит выдвинуть вперед, кто-то там на затылке носит. Ну что, Ваня, я тебя поздравляю, ты теперь обладатель шляпы от Магдалена красивым, кофейным, наверное, даже топленый молочный шоколад в свете. Пускай она принесет тебе как минимум удовольствие и много внимания к себе, потому что в шляпе от Магдалена быть незамеченным невозможно носить ее, вспоминаясь дома во мне и кайфуй. Спасибо. Друзья, мы уже в аэропорту в Новосибирске, маленький, уютный аэропортик такой. Я иду в новой шляпке, подарок от Лены. На самом деле город хороший, интересный. Наверное, не инфраструктура делает город, а люди, которые живут. Нам так повезло, что у нас теперь много друзей в Новосибирске, которые нас ждут и которых мы также ждем в Москве. Напишите, как вам шляпка, которую подобрал мне Лена. Это было круто. Это было незабываемо. Новосибирск. Надеюсь, что мы еще сюда не раз вернемся, а пока отправляемся в путь дальше. А это наш самолетик, на котором мы полетим в Красноярск. Идем на посадку. До встречи в Красноярске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова